добрый день дорогие друзья мы продолжаем наши уроки по книге рамбама законы о чертах характера сегодня глава 7 пункт номер один тот кто наушничает о своем товарищи нарушает запрещающую заповедь как сказано не распространяй сплетен в народе своем в книге века хотя за нарушение этого запрета не приговаривают к телесному наказанию это большое преступление которое приводит гибели многих среди евреев поэтому сразу за этим запретом следует фраза не стой над кровью ближнего своего там же сказано вспомни какое зло причинил до эк и думе посмотрим примечаем как любое преступление в котором нет действия то есть совершаемое словами или мыслями запрет в котором нет действия например разносит сплетни замыслил месть помнил зло выслушивает чужую ложь и подлежит телесному наказанию это то что касается телесного наказания из-за запрета наушничать не стой над кровью ближнего своего сказано всякий кто рассказывающий рассказывает дурной о ближнем как будто убивает его сказано внешна ты леза не убей рукой или языком давай ложные показания или сплетни плохим советом разумеется убийство сплетни не является убийством в уголовном смысле но в моральном плане но не менее предусудительно так вот что же сделал дуэк и думе он поведал царю шаулю что давид получил помощь от священников города но в результате царь шауль подозревая их заговоре против себя приказал уничтожить всех жителей города он номер 71 мы прочитали теперь 72 кто называется сплетником тот кто нагрузившись свидетелями ходит от одного к другому и сообщает так и и так сказал такой-то то и это я слышу о таком-то хотя он говорит правду мир от этого разрушается то есть сплетник который обозначается словом карабейник камебояжер как тот кто ходит от двери к двери со своим товаром отсюда образ сплетник загружает себя сплетнями как товаром и ходит от двери к двери 73 есть еще худшее преступление того же сорта это злословие злословие называется распространение порочащих сведения человеке даже истинных но если сказанная ложь то это называется клеветой но злословище называется тот кто сообщает так и этак поступил такой-то и такие-то были у него родители и то это о нем я слышал и все это вещи позорищи об этом говорит писание уничтожит господь все льстивые уста язык велеречив это сказано в тегелим 12 4 так что ж такое клевета это частный случай сплетни современным языком рамбам различает сплетню дефомацию и клевету сплетни рассказ о невинных вещах дефомация правдивый рассказ о предметах позорящих честь некого лица клевета недостоверная информация позорящая честь некого лица по поводу того что это вещи позорящие есть примечание равада нет и бы первый тяжелее второго первое тройное убивает а второй двойной убивает только себя пойми это подразумевается цитата из трактата арахим сплетня убивает троих рассказчика того кто выслушал и того о ком рассказали ситуация усложнена тем что в талмудических источниках термины злословие сплетни применяются непосредственно и слово злословие часто означает любое наушнище например раша в комментарии к тактату арахим оговаривает что речь идет о сплетни а не клевете если такого понимания придерживается и равад то он полагает что сплетни наносит больше ущерб чем клевета большинство комментаторов пытается сказать что возражение равада вызвано использованием иной терминологии не сути вопроса например раба миннахэм краковский утверждает что равад называет сплетни сообщения сведений затрагивающих слушать слушателя а клевета слушателя не касается понятно что в первом случае последствия тяжелее и пункт семь четыре сказали наши мудрецы за три преступления спрашивается с человека в этом мире нет ему доли в грядущем мире за идолопоклонство прелюбодеяние и убийство а за злоречие как за все эти преступления вместе очень серьезное высказывание потому что еврею запрещено идолопоклонство прелюбодеяние и убийство это единственное за что он должен принять смерть чтобы только этого не сделать а злоречие злоязычие как говорится объединяет как будто эти все преступления вместе очень важно следить не только за тем что мы кладем на язык на кошерное питание правильное питание но это что с языка сходит как это важно прекрасного дня прекрасной недели сейчас первая неделя первый день после праздника шивот это праздник получения торы где мы соединяемся с всевышним и момент изучения торы это объединение происходит на самом высоком уровне так как в голове каждого нас из нас внутри каждого из нас есть частичка бога которая тот момент когда мы учим тору имеет возможность соединиться со своим источником спасибо большое все добро спасибо